Как назвать две новые улицы в частном секторе и парк в северной части города? Об этом нынче задумывается городская администрация и предлагает подумать соликамцам тоже. Предложение администрации по парку уже есть. Калинников парк. Мы вышли на улицу узнать народные варианты от горожан. Как бы вы назвали парк в северной части города? Ну, как обычно, парк отдыха и культуры. А может, чье-то имя еще присвоить? Имя? Даже не знаю. Да как раньше, парк культуры и отдыха. То есть так вот просто? Да, конечно. Ну, можно добавить город Соликамский. Соликамский парк культуры и отдыха. Ой, я даже не могу сказать. Не могу сказать. Заря, мне кажется. Не знаю. А вы? Боровской парк. Нормально. Хватит парк культуры и отдыха. Прекрасное название. А, даже не знаю. Вообще ничего в голову не приходит. Соликамские ворота. Северный. Северный? А почему? А потому что это север города нашего. Там, ну, не знаю. Мне нравится это название. Просто северный. Мне нравится, как жители Перми реагируют на разные названия. Например, театр. Театр есть. Аэропорт Пермь. Пермь. Вот. Можно назвать парк. Парк. Понятно, что на этот вопрос так сразу и не ответишь. Но у Соликамцев в запасе больше недели времени на подумать и предложить свои варианты. Если вы согласны с тем, чтобы парк назывался в честь одного из основателей нашего города, либо у вас есть альтернативное предложение на этот счет, дайте знать городской администрации. Также, если у вас есть идеи, как называть новые улицы в Мишарина и на Корнолитово, где активно растет частный сектор, сообщайте письменно до 1 августа по адресу улица 20-летия Победы 106 или пишите на электронную почту городской администрации adamsobakasolcam.ru Продолжение следует.